Всем привет! Вы на канале VideoGameWorld, с вами Нейт, и мы начинаем новую рубрику на канале. На этот раз это будут инди-хорроры, то есть такие, на 15 минут, на 20 такие, чисто побегать. Так, поиграл, забыл, так сказать. Первой игрой в этом списке будет игра SCP-087-B. Сразу скажу, почему я не буду записывать оригинальный SCP-087. Я его два раза уже записал, у меня с ним проблемы определенные вышли, и то, что... Так вот, у меня с ним возникли определенные проблемы, потому что... Блин, что такое? А, вот. Вы входите в SCP-087-B. Пожалуйста, идите с осторожностью. Так вот, я его два раза записывал, у меня в конце, когда там Бабайка нападает, у меня запись просто... У меня игра зависает, и я не могу остановить запись, и в итоге запись не заканчивается, и всё, файл, так сказать, поломался, и ничего с ним не сделаешь. В итоге я решил её не записывать. Так, давайте-ка я здесь перестановлю, на секундочку. Так, ну мы продолжаем. Ещё объясню, что такое вот SCP, если кто не знает, вот Secure Container Protect, то есть... Это такая организация... О, второй этаж. Организация... Ну, такая, не настоящая, которая занимается поиском... Всяких аномальных объектов, мест и так далее. SCP-087-B это лестница. А B-1, ой... О, 187... 0,87 это лестница. А 0,87-B это уже... Придумали. Так, спасибо. Я на всякий случай ссылку там в описании оставлю. Там на сайт вот этого вот, SCP Foundation, там почитайте, если кому интересно. Наш радиосигнал становится всё слабее. Так. Ну, короче, почитайте, кому интересно. Играть я буду вот в эту вещь ночью. Окна я зашторил. Ну, и такие дела. Сразу скажу, почему я не буду записывать оригинальный. Говорит, далее радиосвязь просто невозможна. Удача. Не буду записывать оригинальный 0,87, потому что... Там... Я чё-то заблудился. Вот, вот так. Там, короче... Вот, когда монстр нападает на тебя в конце, игра вылетает. А я вот не успеваю завершить запись, и в итоге... У меня запись не завершается, сам видеофайл. И в итоге его нельзя запустить, и... Ничего с ним сделать уже нельзя. И выложить тоже нельзя, и посмотреть. Поэтому буду 0,87B записывать. Я думаю, она пострашней. Потом запишу уже, там, буду Containment Bridge записывать отдельно. Буду Slender записывать, там, Made Pages и так далее. Да и к тому же... Вот, да не страшно то, что я не выложу вот этот вот оригинальный 0,87, потому что... Ну, я там... Там ничего не происходило, я просто там 20 минут болтал. Согласитесь, ну... Может, кому-то интересно слушать, как я говорю, но... Не уверен. Такие дела. Это мы кирпичи отложили. А-а-а! Откройте! Откройте! Замуровали демоны! Блин, там кто-то катает каталку. Знаете, на которой эти... Тарелки в ресторанах возят? Такая каталка. Восьмой этаж. Нормально. Окошко. Ну, там ничего нет, пойдёмте. Фух, так. Какого фига? Нам же сказали, дальше радиосвязь невозможна. Кто это... Кто это с нами связался? Ещё голос такой, знаете, такой вообще... Тварюка какая-то. Так, девятый этаж, пойдёмте. Капец. Так, пойдёмте. Такое чувство, вот, СЦП-087, это лестница, а здесь кирпичный коридор. Наверное, здесь раньше лестница была, а потом, кто здесь проходил, короче, кирпичей накидали, делался в коридор. Я, конечно, понимаю, что это баян, но всё-таки. Десятый этаж. Чувствую, и наши кирпичики здесь останутся. Одиннадцатый этаж. Дыхание ещё ничью, да. В общем, совсем близко. Уже руки вспотели. Видите, я вот сейчас иду, я задерживаю дыхание. Так, двенадцатый этаж. Просто задерживаю дыхание, не дышу. Так, тринадцатый этаж. Такой звук, как будто крыльями кто-то машет, непонятно. Ладно, не будем обращать на это внимание. Четырнадцатый этаж. В оригинальной 087 я погибал на 50-м-55 этаже. Вот я два раза записывал. Первый раз был в 55-й. Ой, в 50-й, а потом в 55-й. В 15-й этаж. Интересно, когда... На каком мы здесь подохнем? Это... 16-й. Чё? Развилка? Так, давайте, куда пойдём? Налево, направо? Пойдёмте налево. Нормальные герои всегда идут в обход. А мы ненормальные герои. Так что идём обратно. Не хочу там рядом с этой дыркой стоять. Чё там... Капец, чё-то вообще. И музыка ещё такая, знаете, зациклена. Наверное, идёт секунд... Минуту где-то и всё. Заново. 17-й этаж, это уже развилка. Пойдёмте налево. Я хочу налево пойти. Не угадали. Так. Когда же что-нибудь произойдёт уже? Опять ту закаталку катал, я слышал звук. Чё-то мы долго идём вообще. 17-й. No? Мне показался или кто-то сказал no? По-моему, мне показался. 19-й. Капец. Так, пойдёмте дальше. Блин, да ну нафиг такие игры. У меня скоро с ними кондрашка меня ударит просто. Так, пойдёмте. А я думал, я говорил, скорее бы чё-нибудь произошло. Капец. 20-й этаж. О, чё-то новенькое. Не, всё стандартно. Я в оригинальную играл, там ничего особо не было, чисто пугалка и коридор. А лабиринтов там, вот этих табличек с названием этажа, и окон вот этих, и новых монстров, ничего не было. И звуков новых не было. Ну, то есть, это для меня абсолютно уникальный, так сказать, ничем не запятанный опыт. То есть, я это не играл. 21-й этаж. И опять то же самое. Пойдёмте. У меня уже руки вспотели, капец. Так, опять кто-то катает каталку. Вот второе. Ёпта. Спичку зажгли, что ли? Ведьма отступила. Так, ну пойдёмте. Ой. Чё-то у меня горло пересохло. Так, 23-й. Это тоже чё-то новенькое. Какая-то большая комната. Капец, тем он его не видно, нифига. Марка. Не видно ни черта просто. 24-й. Опять то же самое. Блин. Авторчики. Нет. Чё? Этаж, нет. Вы чё, прикалываетесь, что ли? Может, реально туда не идти? Нет, пойдёмте. Приколистый, блин. Ноу. Слышали? И рожа появилась на секунду. У меня аж мурашки пробежали. Так, идём дальше. От шестой. Что-то я не понял. Так. От седьмой. Интересно, что будет нашли на 42-м? Если вы понимаете, о чём я. 28-й. И опять в лабиринт. Куда пойдём? Прям-те налево. Ну. Ой, блин. Там монстряка. Он идёт на нас. Нам конец. Всё, падаем.